А вы народ, с вами Анастезия, мы продолжаем проходить Орды Андердарка в прошлой серии, мы с вами закончили на том, что... Так, погодите, я поставлю на паузу и скажу. Мы попали с вами в ад, восьмой круг Ады Баатора, и теперь нам нужно как-то отсюда выбраться, а чтобы отсюда выбраться, сначала нужно поговорить со спящим. У нас, чтобы проникнуть к спящему, нужно пять таинств рассказать этой Тхарване, и все будет отлично. Тут где-то неподалеку должен быть маленький пожиратель, только где, я не помню. Он должен быть где-то у столбов, мы должны будем с ним поговорить, и он нам поможет в одном из этих таинств. Только где? Может быть, на карте посмотреть. Вот, так. Это служба у нас в каменоломне, высеченный столб, столб, таверна дыхания ада, столб, столб, старушка у ворот. Столб. Блин, где-то тут должен быть маленький пожиратель. Вот только я его что-то не наблюдаю. Наверное, вот тут. О, ягоды, бери. Они нам еще пригодятся. Я их тут не буду использовать, потому что... Тут у нас есть где передохнуть, все такое. Вот он. Нотариус. Маленькое существо, похожее на собачку, бегает взад-вперед, перед входом в пещеру и визжит от отчаяния. Когда вы приближаетесь, оно поворачивается к вам, очевидно, хочет, чтобы ему помогли. Я хочу разгадать пять тайн спящего человека. Тебе нужно вот это? При упоминании о спящем человеке существо довольно скрипит. Над его головой появляется картинка, на которой изображен крылатый человек, идущий рядом с существом и бросающим ему палки. Картинка сдвигается и фокусируется на пяти знаках вопроса, которые расположены в ряд. Второй знак мигает синим светом. Так значит, это игра в ребусы, я правильно понимаю? Существо резко хрустит, очевидно, хочет продолжать. Ты знаешь о второй тайне, расскажи мне. Над головой существа роятся символы. Змееподобное существо проплывает по воде. Перед ним появляется надпись 1 плюс 1 равно 2. На фоне намного более сложных математических уравнений. Между закрытых губ возникает символ музыкальной ноты. Спасибо. Ибо существо кажется очень довольным тем, что может помочь, хотя вскоре снова возобновляет свои стенания у входа в пещеру. О чем ты теперь, Скулиш? Существо прекращает выйти, кажется, сосредотачивает внимание на вас. К вашему удивлению, над его головой начинает возникать соображение, подсвечиваемое глупым светом, которое, как кажется, излучается откуда-то сверху. Что за... Приглядываясь, вы различаете женщину, облаченную в лед и совершенно неподвижную. Ее холодное посиневшее лицо омрачено печатью искреннего горя, а губы застыли, и кажется, что она совсем не дышит. Существо продолжает скулить. Она в этой пещере, возбужденно подпрыгивая, существо издает трель из резких звенящих звуков, очевидно, подтверждая ваш вопрос. И как я могу тебе помочь? Существо изображает ледяную стену, испещренную бесчисленным количеством имен. Стена кажется неимоверно длинной, сворачиваясь головокружительными петлями и поворотами, в конце концов, переходя в чистую поверхность, на которую можно выветь новые имена. Так, значит, хорошо, пойдем. Так, погоди. Мы вроде по всей карте прошлись, что же это значит? Это согласование, предательство, измерение, рай, бесконечность. Может, бесконечность? Давай попробуем. Я просто, я когда проходила вот эти вот загадки, я тоже как-то не особо вникала, что это все значит. Так, где у нас бесконечность? Что, здесь? Нет? Не предательство ли? Существо удивленно обнюхивает основание камня. Оно возбужденно лопочет в благодарность за то, что вы привели его к правильному камню. Предательство? Серьезно? Отлично, нехиление. Теперь существо показывает вам мужчину на смертном адре, а затем еще двух, которые стоят по сторонам. Затем ногу четвертого человека, она одета в бриджи, по колено и башмаки на высоких каблуках. Ладно, хорошо. Мужик на смертном адре. Может быть, рай? Так, сейчас я еще сосредоточусь, что это у нас измерение. Не оно? Что, серьезно, что ли? Я привожу тебя совершенно случайно к тому, к чему я не собиралась изначально тебя приводить. Окей. Теперь существо показывает вам серию из четырех картинок. Дома отдыха путешественника, акулу, которая стремительно рассекает воду, крупный план зажмуренного лица и стебель, который поднимается из чашки с блюдцем. Окей. Согласование бесконечности. Может, теперь это бесконечность, нет? Опять правильно. Так, ладно. Это, оказывается, последний камень. Существо обнюхивает его основание, затем направляется к обледенелым стенам поблизости. Ты хоть не умрешь? Пещера открылась. Нет, не умер. Хорошо. Довольный своим трудом, нотариус отходит в сторонку, а вы всматриваетесь в бледное ледяное лицо. Надпись сделана совсем недавно. Это имя Рибет де Тельмарант. Понимаете, да? Понимаете? Помните ее? Это замерзшая женщина, не так ли? Существо соглашается и скрипит об этом. Теперь, когда его задача выполнена, оно кажется очень уставшим. Ты ее знаешь? Существо создает изображение замерзшей женщины, которая ведет толпу разъяренных призраков, подводя их к воротам. Изображение медленно гаснет. Ладно, тебе стало лучше? Существо кажется слишком устало, чтобы издавать звуки, но кажется, оно довольна и благодарна. Усталой походкой она уходит в снега и оставляет вас одного. Давай у костра погреемся вместе с ними. Чего они тут стоят? Деловые. Так. Где у нас эта пещера, это елки-палки? Кого? Я вот греюсь же. В любом случае, нам надо подняться. Вот она, пещерка. Вроде там нас не должно морозить, хотя хрен его знает. О, еще ягоды. Есть еще? Нет, больше нет. Как они вообще тут растут, эти ягоды? Тут же так холодно. Провидица увидела будущее в случае нашего поражения. Весь Сториал окажется под тяжелым каблуком Вальшарис. Да, Вальшарис-то уже мертва. А вот и Аребет, давайте мы разведем костер. Три ягоды. Ну ладно. Когда ягоды раскрываются, вперед вырываются разрывы энергии, воспламеняя дерево возле тебя. Уже рука стра, женщина перед тобой начинает шевелиться. Лед тает на ее лице, как слезы, волосы прилипают к бровям. Впервые ты осознаешь, что она прекрасно смущенная, напуганная и дерзкая, она нападает. Я и забыла, что она нападет. Все. Пожалуйста, я сдаюсь. Что сделано, то сделано. Видимо, она не очень рада, что мы ее освободили. Так, потерянный лидер. Потерянная и вновь найденная, враждебная и уже спокойная. Так, погоди, а мы вторую. Второе таинство. Хорошо, ладно. Второе, третье, четвертое. А где же нам пятое-то взять? Вот у нее одно из таинств, и еще у кого-то. Ты спас меня, чтобы задать глупый вопрос о судьбе? С чего ты взял, что я знаю ответы? Иди, умоляй богов об ответах. Может быть, они разозлят тебя так же, как и меня. И как же богам удалось тебя разозлить? В последние годы им наплевать на нас всех. А ты что, особенная? Мужчину, которого я любила, убили. Насмешка правосудия, в который я верила. И демон из женщины, которым я стала. Тебе следует позволить мне присоединиться к заблудшим. Или держать меня здесь. И кто был тот человек, которого ты любила? А кто ты такая, чтобы спрашивать об этом? Пожалуйста, будет лучше, если я его забуду. Лучше будет забыть все это. Просто оставь меня в покое. Ну, пожалуйста, ты должна мне помочь. Миледи, я тоже должна кланяться и расшаркиваться. Помочь? Надо ли? Я сыграла в игрушку сенсея, и я изучила ее пятикрайные тайны. И зачем? Мечты спящего это просто мечты. Их можно разбить, как и все остальное. Ну, тогда скажи мне ответ. Ты хочешь знать ответ? Пятикратную тайну? Она найдет тебя через врата Кани. Вот твой дурацкий ответ. Делай с этим что хочешь, приятель. А, точнее, поджигатель. Тебе было холодно? Я тебя согрела. Я предательница, ты мне поверишь? Я мертва, ты меня оживишь? Меня ненавидят... Эх, фу ты, блин, господи. Меня ненавидят, ты меня полюбишь? Я утратила свою чистоту. Ты поможешь мне обрести ее? Побереги силы. Некоторые вещи уже никогда не вернуть. Ага. А зачем ты на меня напала? А зачем ты зажгла этот огонь? Ну... Я была уверена, что ты совершаешь ошибку. Может и так, но это мои проблемы. Я напала на тебя из-за своей заносчивости. Кажется, я тебя откуда-то знаю. Вот именно, что вы встречались в компании в оригинальной. Как мило. Я не думаю, что знаю себя. Я знаю мое имя, я знаю факты и подробности, я знаю историю своего поражения. Когда-то я была паладином Тира, была чума, и я любила мужчинам. Все это похоже на какую-то старинную страшную сказку. Может так и есть. Может ты это и знаешь. Я не знаю. Я пытаюсь все забыть. И почему ты пытаешься его забыть? Ты хочешь правды? Что если я скажу тебе, что мне не нравится, кем я была при жизни? Я даже не знаю, нравлюсь ли я себе сейчас. Кажется, лучше быть забытой без всяких воспоминаний. Угу. Ты этого не хочешь? Да, пожалуйста, просто оставь меня в покое. Делая это, ты только окажешь услугу Мефистофелю. Он поглощал нас, пожирая нашу душу, чтобы создать свою армию. Я не служу в армии. Никогда. Я служила Тиру, я служила Лорду Нашеру, я служила Морок и ее старейшинам. Всю свою жизнь я носила их цвета, поднимала их флаги. Я тоже иду за знаменами далекой войны. Она изменяет тебя, это точно. Я не буду служить Мефистофелю после того, как он так много потерял. Так что да, я бросила ему вызов. Другие духи думали, что я поступила так ради них, но они дураки. Я служу только самой себе. Но как же насчет морали, добра и зла? И что с того? Я видела зло, творимое во имя хорошего человека и благородство зла. Это делает меня лучше или хуже? Нет, только циничнее и измученнее и более уставший от мира. Мефистофель принял мой вызов и выслушал меня. Слушал терпеливо, пока у меня не закончились слова. Там в тишине высказал одну тайну, которую я так долго скрывала. Фентик Мосс, клерик из Тира, повешен как предатель. Человек, за которого я собиралась выйти замуж. Мужчина, которому я всегда говорила, что люблю его. Я никогда его не любила. Я никогда не любила его. И Мефистофель каким-то образом узнал правду. В смысле? Мефистофель, по-моему, тупо играет с твоими чувствами. Так не думаешь? Тогда откуда я знаю, что эти слова правда? Я никогда не любила Фентика, но хотела бы. Вы же собирались пожениться. Как ты могла его не любить? И вообще зачем тогда все это было? Зачем она всех предала? Он был дураком с хорошими намерениями. Но он был молодым и работал священником в той же церкви, где и я. Выйти замуж за него означало выйти замуж за церковь. Все было слишком идеально. И почему так важно, любила ты его или нет? Разве ты не видишь? Когда его повесили, я отреклась от церкви, от своей веры, от Бога. Я возглавила армию зла против Невервинтера, моего собственного города. Я принесла разрушение в этот мир и продала свою душу адом. Так ты не любила его? А без любви, без беды, без ярости. Вся моя жизнь была ложью. Паладин тщеславия, страж отречения. Они были подобны яду, текущему по моим венам. Если не во имя любви, зачем ты это сделала? Как паладин я любила, я благоговела, я вознеслась на пьедестал. В их глазах я не могла ошибаться или быть против них. Что бы ты сделала на моем месте? Меня презирали и били, научили ненавидеть и убивать. Что ты мне сделаешь, бледнокожий эльф? Если ты скажешь кому-нибудь, что он совершенен, тебе укажут на недостатки. Я посеялась именно разрушения, потому что нуждалась в унижении. Так поступили все, кто слишком высоко оценил меня. Что-то я до сих пор не понимаю. Мефистофель хочет, чтобы ты это чувствовала. Затем он добился успеха, и я теперь здесь. Ни с добром, ни со злом, ни паладин, ни темный страж. Не желая ничего иного, как стать ничем и раскрыть свою душу сущности Кании. Тир избрал тебя своим паладином. Ты сомневаешься в его мудрости? Да, я во всем сомневаюсь, и даже в себе. Боги могут ошибаться, как и бесы, как и призраки, как и смертные. Как Тир может нуждаться во мне после всего, что я сделала? Ну, тогда это ошибка Тира, а не твоя. Я не вижу Тир здесь, в адах. Мне не нужен Бог, чтобы принять ответственность за все, что я сделала. Я поступала сознательно, и сознательно же заплачу за это. Ну, ты не действовала в одиночку. Нет, но я вела себя так же, благочестив тот, кто со всех сторон окружен злом. Я же нет. Тогда будь благочестива здесь, в глубинах Баатора. Превосходно. Твой аргумент нельзя отвергнуть, поджигатель. Возможно, моя вера растоплена твоим огнем и укреплена этим льдом. Хорошо, я сделаю так, как ты скажешь. Во имя этого глинка, во имя моих имен, истинного и данного, и во имя всех бесов в глубинах Баатора, я посвящаю все дни, что мне остались следованием злу ради зла. Пусть будет так. Все, я ее превратила, короче говоря, в нормальную. Теперь с ней все хорошо. Я вроде как выполнила это задание. Теперь пойдем искать еще одно таинство и уровень поднимем заодно. Не зря мы с ней пописикали. Так, великая ловкость. Что тут? Эпическая воля, что ли? Великая харизма. Ну ладно. Вот. Мы превратили ее в нормальную пусть. Мы могли ее взять с собой вместо Натира, например. Но пускай уж все будет так, как есть. Сколько мы с ней болтали, блин. Нам вроде как в таверну Дыхания Ады, там надо будет поговорить с одним человеком. Ну или не человеком, хрен его знает кто он. Четвертое, третье, второе. Пятое, да? Надо еще узнать одно. Первое. Главное все, блин, узнали, кроме первого. Где у нас эта таверна-то? Духов по-прежнему забирают. Вон. Где же этот мужик? Он должен где-то... А, вот он. Вот он. Я пытаюсь найти пять таинств. Так это тебе бормотал учитель, так ведь? Старик смотрит на тебя критически. Вы поможете мне с таинствами или нет? Хорошо, хорошо. Не зря же мною было проведено столько времени среди этих стрелянных воробьев. Кажется, мне удалось открыть четвертое таинство. А мне не нужно четвертое, мне нужно первое. Ой. Четвертое и я знаю. А у кого первое? Четвертое, третье, второе, пятое. Может, надо было у этого спросить? А я вроде у него спрашивала. Он мне дал второе. Может, сенсей ответит на первое? Давай попробуем. Вроде на какой-то вопрос она должна ответить сама, понимаете? Так, ладно. Давай сходим. Тхарван, это где? Так, расскажи мне о спящем человеке. Вот, первое таинство у нее. Да, так как ты спросил, я отвечу. Это первая часть загадки спящего, поэтому запомни ее хорошенько. Он небесное тело, создание богов. Как ты и я, он путешественник по пространствам. Я хочу подтвердить знания пяти таинств. Очень хорошо. Давай посмотрим, если ты готова. Ответь мне, Пилигрим. Кто такой спящий человек? Божественный планетар создания добра. Да, у него чистая душа без следов гордыни, злобы или мести. Следуя за ним, мы будем иметь его достоинства. Ответь мне, Пилигрим, откуда он пришел? Он прибыл с благословленных полей Элизиума. Да, так оно и есть. Элизиум – место красоты, мира и совершенства. Он не ушел туда и не остался, предпочтя скитания по пространствам. Ответь мне, Пилигрим, почему он ушел? Потому что его сердце не знало любви. Он знал, что без страстей мы ничто, и поэтому он путешествовал многие годы в поисках настоящей любви. Его странствия привели его сюда, в холодную пустыню Кании. Ответь мне, Пилигрим, кого он искал? Эм, знающую места. Мудрецы управляли этим пространством перед тем, как Баатезу объявили его своим адом. У их мудрости он спросил, где настоящая любовь может быть найдена. Скажи мне, Пилигрим, каков был ответ? Она найдет вас у ворот Кании. И тогда он вернулся к вратам, зная то, что хотел узнать. Устав от этих путешествий, он заснул. Это было давным-давно, но он до сих пор ждет своей настоящей любви. Ты решил опять загадок спящего? Когда ты войдешь в его палаты, одень этот кристалл на свою шею. Он поможет тебе увидеть его сны. Спасибо. Так, амулет Сенсея, да? Вот он. Прости меня, амулет Утгарта, я тебя попозже напялю. Слова с годами, ставшие редкими, были вырезаны в помосте спящего. Она встретит вас у ворот Кани и читают, они в зеленом полумраке комнаты. Амулет вокруг вашей шеи начинает жужжать по мере того, как вы приближаетесь к спящему. И в нем начинает мерцать тусклый свет. Угу, мудрость. Сконцентрируйте свои мысли на кристальном амулете. Эээ, комната слишком холодная. И беспокойство всего мира падает на ваши плечи непомерным грузом. Вы осознаете, что просто не можете сконцентрироваться на амулете, и вскоре с досадой сдаетесь. А может быть его надо использовать? Ну-ка. Типа мудрость плюс 300. Кристалл в середине амулета сияет и блестит, как будто ему не хватает света. Что-то не так с отражениями, но вы не можете понять, что именно. А теперь? В смысле? Журнал обновлен. Че там? Там, во внутреннем святилище храма, в котором вы перед вами распростертая крылатая фигура спящего, вам не удалось верно использовать амулет сенсея. В его присутствии кристалл засиял мутным зеленым светом, и ты почувствовал нарастающее гудение, однако ему как-то не хватало мудрости, чтобы достучаться до псионических сил. И че мне теперь делать? Что за хрень? Тхарвана! Ну-ка, быстро мне... Скажи, в чем дело? Че мне сделать нужно? Скажите, а как работает этот ваш амулет? Среди гидзире кристаллы всевозможного рода используются для фокусировки и усиления мыслей других, после чего их легче читать, хотя у меня нет уверенности, что на вас сработает. Будьте осторожны, у кристаллов могут появляться самые разные свойства, и плохие и хорошие. Этот амулет может оказаться совсем не тем, чем он кажется на первый взгляд. Просто оденьте на шею, протягиваясь к спящему человеку, при удачном стечении обстоятельств и увидите его сны. Охренеть, у меня не получается. Че ты постоянно хлопаешь дверью? Ты возвращаешься на помост, решив еще раз взглянуть на бледную и зеленую кожу этого странного мужчины. Что-то в его сущности заставляет чувствовать его... Ну-ка, проверить. Вы едва можете разглядеть медленный подъем и опускание его мускулистого торса. Его дыхание сливается в маленькие выдохи в холодном воздухе. Очертания его крыльев слегка дрожат в комнате. Он силен, хоть и проспал так долго. Да чтоб тебя! У меня мудрости не хватает. Да стой ты! Сколько там у меня? Всего-то 10! О чем вы говорите? У меня я по харизме. И че мне? Мне придется его разбудить. Закричать ему в ухо? Нет. Короче говоря, у нас только один выход. Это взять трубу, которая есть у того мужика, у которого мы хотели узнать таинство, но у нас ничего не вышло. На нас Тхарвана нападет. Ну а че поделать? Мне этот амулет вообще, ну никак. Что ты хочешь сказать? Возможно, это кажется странным, учитывая, где мы сейчас, но я не знаю, выберемся ли мы когда-нибудь отсюда, поэтому я хочу кое-что сказать на всякий случай. В чем дело? Мы не знали друг друга очень долго, но мы прошли многое вместе. Я знаю, что вы были вынуждены помогать нам против Вальшарис, но даже теперь я все еще благодарна за все, что вы сделали. Да я бы даже просто так помогла. Я верю тебе. Так же, как я полагаю, что ты найдешь способ остановить Мефистофеля и освободить нас от этой равнины. Вы великий герой, возможно, величайший из всех, но вы больше, чем просто герой для меня. Я привыкла жить одна, скрываясь в тенях. У меня немного друзей, но я считаю вас другом. Я тоже считаю тебя самым славным... Слугой? Нет, слугой нет. Я тоже тебя считаю другом. Она улыбается, взгляд облегчения появляется на ее лице. Я рада слышать, что вы говорите это. В таком месте каждый друг особо дорог. Теперь давайте искать способ выбраться отсюда. Хорошо. У нас нет другого выхода. Что ж теперь? Где-то таверна. Нам еще и придется выиграть у него. Так. О какой размолвке идет речь? Безобидная шутка. Эти надутые пилигримы постоянно бормочут. Спящий человек это, потом спящий человек то. Одна мысль о пробуждении этого парня вызывает у меня зуд в плечевой кости. Само собой разумеется, когда сенсеи прослышала об этом, не слишком радостно восприняла такую идею. И как ты планировала разбудить спящего человека? Старый Барт по пути иногда собирает безделушки. В Сигеле есть изготавливающие инструменты мастер, чьи трубы оснащены небольшим порталом в плоскость обители демонов. Угу. Могу я одолжить трубу? Ай. Короче, надо будет с ним в карты. Туза слабая карта, Короли сильная, а Джокер тут всего один я. Так. Можно, конечно, его и убить. Давай нападем на него. Не хочу я с ним церемониться. Тем более, что он какой-то вроде как мерзавец. Мы у него возьмем эту трубу и все. Не хочу я с ним играть. Он, по-моему, будет нас лошить по полной. А я и так лошпит по жизни. Так. Тхарвана пусть нападает, если ей так хочется. Я не могу прочитать его мысли, извините. Я не знаю, почему она так... Не знаю, почему она так отреагирует. Так. Разбудите спящего. Да. Вы подносите трубу к своим губам и дуете в нее. В какой-то ничтожный момент кажется, будто затихло само время. Затем с разрезающим синистовым звуком прилетают пронзительные ветра пандемониума. Никто не потревожит спящего. А мы потревожили. Представь себе. Ничего страшного в этом нет. Уснет еще раз. Чего ты начинаешь? Спящий искос осмотрит на тусклый зеленый свет. Его глаза до сих пор не привыкли к бедрствующему миру. Ты ранена. Подойди, я вылечу тебя. О, какой добрый. Молодец. Дободавший на тебя знал свое дело. Ты знаешь, кто она была? Это была сенсея, на хранительнице храма. Ты говоришь правду, я вижу. Но какому богу она поклонялась? Я каком храме, она говорила. Я все еще у ворот Кании? Она похитила того, кого называют спящим. Должен заметить, я не слышала о таком образе. Однако широки равнины и непрестанны их многообразия. Тем не менее, это отдает ересью. Ты была права, усмирив ее. Клянусь, казалось, что резкий звук трубы вызвал ее из каких-то планарных глубин для нападения. Мне показалось, что вы слишком рисковали, сдав на трубе этот звук. Зачем? Мне нужно было разбудить тебя. Ну, в этом вы преуспели, да еще кое в чем. Но зачем же было будить меня? И почему именно сейчас моя единственная истинная любовь, она здесь? Нет, это не так. Однако я должна кое о чем попросить тебя. Очень хорошо. Если я смог так долго ее прождать, ничего плохого не случится, если я еще подожду. И чего же вы у меня просите? Ты знаешь настоящие межнеца? Я никогда не слышала об этом жнеце, о котором ты говоришь. Но что касается истинных имен, мне кое-что известно. Где-то между слишком много и недостаточно мне всегда так казалось. Это была исключительная часть моих поисков, которые я не смог завершить. Где-то находится существо, изгнанное в самые дальние пустоши Каней, которые называют знающие имена. Ага. А почему она изгнана? Потому что имена образуют силу. Маскируясь под бароном Малекрота, Мефистофель возглавил восстание против своих собственных войск, чтобы освободить тех, кто предаст его, как сказал его любовник, знающие имена. Короче, знающие имена — это сестра, знающие мест. Наш враг хитер. Дьяволы изощряются в обманах. Они готовы на все в пределах законов, связывающих их. Наконец он изгнал одиннадцать своих генералов и ее вместе с ними, ибо он боялся, что другие смогут воспользоваться ей против него. Он изгнал ее прочь, умоляя все ады забыть о ней. Ах, имена обладают здесь силой. И слабости тоже. Мефистофель заключил ее в темницу в самые дальние пустоши Кани. Но пустоша бескрайняя, и я не знаю, где находится ее темница. Есть лишь один, кто знает об этом, и когда-то ранее я уже полагался на ее услуги. Путь туда опасен. Это долгий путь, а тамошние ветра смертельны. Кроме того, Мефистофель оставил для охраны пути пятерых стражей. Два погибли от моих рук, но осталось еще три. Так сказано, я знаю, что кольцо откроет путь, ведущий к знающие места. Она ответит лишь на один вопрос. Жизненно важно, чтобы вы спросили ее, где найти знающие имена. Ладно, все, спасибо. Это я возвращаю. И колечко, где оно? Или ты мне не дал колечко? Дай мне колечко. Угу, угу. Вот. Он мне дал кольцо? Нет. Как я смогу действовать? Так, ладно. Так он дал мне его, нет? Че ты мне кольцо-то не даешь? Я ничего не понимаю. А! У него нет кольца. Мне надо его собрать. Ну точно, я совсем забыла. Так, не тупи. Сейчас я сохранюсь. Тут будет достаточно же подробительная битва. Так что, надо будет постараться ее выиграть. Сохраняемся. Я надеюсь, что вы любите кольцо-то. Я надеюсь, что вы любите кольцо-то. Ой. Зелья. У меня зельев-то нету. Ни хрена. Так что... Я вроде закупалась. Зелья закупалась все равно как-то фигово выходила. Так, ребятки, следуйте за мной. Потому что мы так долго не протянем. Надо будет отдохнуть. Будем бегать туда-сюда. Потому что скелетики там сильные. Пробивают. Ай да пошел. Придется пользоваться теми зельями, которые у меня вообще есть. А у меня их мало. Всего-то ничего. Подземное убежище, блин. Ну, кто там дальше? А, да, точно. Так и будет. Туда-сюда сначала маленькие скелеты, а потом целая толпа. Точнее, сначала маленькие скелеты, потом голем, потом снова толпа. Кстати говоря, очень странно, что такой большой голем, он гораздо слабее. Чем вот эти вот. Может, вы отвали... отвалите от меня? Так, Валин, тебя надо исцелить. И меня надо исцелить. На тире у нас, как обычно, отдыхает. Отдыхай, девочка, отдыхай. Все, бежим отсюда. К хренам собачьим. Сейчас совершим третий заход, и все будет нормально. Только я не помню, кольцо будет собирать он, или оно само соберется. Там будет три части кольца. По-моему, надо будет к нему обратиться. Осталось, я хочу сказать, совсем немного пройти. Вот мы выберемся из Кании, и сразу будем сражаться с этим. Козлом, который нас сюда отправил. Эй, здорово! Получайте, твари! Эй, что на меня-то все сразу напали? Ну, я понимаю, что я первая объявилась в поле зрения, но все равно. Какие вы прям, я не знаю, сильные. Ну, кого? Давай ты сейчас еще будешь тупить мне здесь. Натир, а ты себя уж как-нибудь исцели, будь добра. Угу. Отлично. Золотое кольцо. Ага. Откуда у вас кольца? Тем более золотые. Боевой топор. Все, можно отдохнуть здесь. Спасибо. Кстати говоря, надо на этом с вами закончить. Уже время выходит. Всем спасибо за внимание. С вами была Анестезия. Продолжим в следующей серии. И всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok